В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты, информационная служба и я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Через полгода после ареста Геннадий Труханов вдруг подал иск против Национального антикоррупционного бюро в Европейский суд по правам человека. Одесские активисты вновь бьют тревогу. По некоторой информации, под Воронцовской колоннадой произошел обвал подпорной стены. В нашем городе стали появляться необычные арт-объекты в виде котов и кошек. Геннадий Труханов пытается оказать давление на Украинский суд и Национальное антикоррупционное бюро. Через полгода после ареста Одесский мэр вдруг подал иск в Европейский суд по правам человека. Гражданин Украины Труханов Геннадий Леонидович был задержан вместе со своим заместителем Павлом Вугельмана сотрудниками Национального антикоррупционного бюро 14 февраля в аэропорту Борисполь сразу после возвращения из-за границы. С этого момента началось скандальное дело о коррупции в связи с дорогой покупкой здания бывшего завода «Краян». Там теперь размещена так называемая новая мэрия. Незадолго до задержания состоялась пресс-конференция. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Труханову и Вугельману подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины. Завладение имуществом путем злоупотребление служебным положением. Речь идет о сумме в 170 миллионов гривен. Практически два месяца не могли установить место проваливания, то есть отпуски черговались с разряжениями и следство мало достатной подставки вважать, что указанная отсутность является одним из элементов для ухиления от органов досудового расследования. Суд в Киеве тянется уже несколько месяцев. Почему же подозреваемый гражданин Труханов решил пожаловаться в Европейский суд по правам человека только сейчас? Возможно, дело идет к тому, что свой украинский суд признает его виновным. Мэр считает, что при задержании была нарушена статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, о праве на свободу и личную неприкосновенность лица. Но задерживали его официально. Подозрения предъявлены. Естественно, предположить, что иск в Европейский суд – попытка оказать моральное давление на суд украинский. Такой поступок наверняка вызовет обратную реакцию как у судей, так и в Национальном антикоррупционном бюро и антикоррупционной прокуратуре. Там постараются еще более тщательно расследовать деятельность гражданина Труханова. То, как проводятся работы по реставрации Воронцовской колоннады, по-прежнему вызывает массу вопросов. Долгое время на территории этого памятника архитектуры, огороженной строительным забором, не наблюдалось никакой деятельности реставраторов. И объект был законсервирован. Однако, по некоторой информации, здесь произошел частичный обвал подпорной стены прямо под колоннадой. В редакцию поступила тревожная информация. Как сообщают историки краеведы, поднаходящиеся сейчас на реставрации Воронцовской колоннады, произошел частичный обвал подпорной стены. Об этом рассказал краевед Дмитрий Жданов со ссылкой на специалистов, работающих на объекте. Утром мне позвонили коллеги и переразили информацию, что под колоннадой обрушилась часть подпорной стены. Подпорная стена, которая находится под колоннадой, это памятник градостроения, то есть это объект культурного наследия. Он храняется государством. У улицы Приморской есть часть подпорных стен, и в том числе под колоннадой. Если такое обрушение не было места, то возникает вопрос, как проводится, во-первых, реконструкция самой колоннады, а во-вторых, что происходит в этом будущем греческом парке, и все ли работы ведутся, как положено, с надлежащим надзором. К сожалению, вот этот парк он закрыт. Наша съемочная группа выехала на место, но, к сожалению, приходится констатировать, что попасть на территорию действительно невозможно. Сама колоннада обнесена строительным забором, так же, как, впрочем, и будущий греческий парк, имеющий общую с колоннадой подпорную стену. Так что, если и произошел обвал, увидеть это практически невозможно. С другой стороны, то, что обвала не видно, вовсе не означает, что его нет. А та секретность, с которой проводится реставрация памятника архитектуры, не может не вызывать сомнений в качестве проводимых там работ. Я думаю, что сейчас руководители этой реконструкции, для того, чтобы всякие подозрения себя убрать, должны были бы организовать для общественности возможность зайти на территорию и посмотреть, как ведет ход работа. Напомним, что около месяца назад в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с проводимыми на колоннаде работами. Активисты заподозрили компанию подрядчика в том, что они своими действиями уничтожают достопримечательность. Тогда на объекте была зафиксирована тяжелая строительная техника, использование которой при столь тонких реставрационных работах никак невозможно. Кроме того, Анатолий Изотов, специалист, который ранее занимался реставрацией колоннады, тогда заявил, что, цитируем, На сегодня это не реставрация, а уничтожение всего того, что благодаря заказчику работ, управлению капитального строительства Одесского городского совета и руководства города в прошлом году расчищалось щетками, сохранялось, изучалось и предполагалось проектом восстановления исторического облика. Из этого делаю вывод, что на объекте ведется хаотическая работа, чтобы успеть его сдать вовремя. Ничего общего с реставрацией нет. И, судя по общей тенденции, ничего хорошего с колоннадой не происходит и сейчас, и быстрыми темпами. С помощью профессиональной мэрии мы теряем еще одну достопримечательность. В Одессе на прошлой неделе зарегистрировано 12 случаев заболевания корью. Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. В течение прошедшей недели корь уложила на больничные койки 12 одесситов, 8 из которых дети возрастом до 17 лет. Это при том, что во всех детских городских поликлиниках Одессы имеется вакцина, обеспечивающая эффективную защиту от кори, паратита и краснухи. Как сообщает Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, уже с начала текущего года в Одессе зарегистрировано 1030 случаев заболеваний корью. Из них 46,6% составили дети. Как показывает статистика, большинство заболевших, 86,9%, ни разу не были привиты от кори. Также сообщается о вспышке заболеваний острыми кишечными инфекциями. Не новость, что лето – сезон инфекций. Будьте осторожны. Только на минувшей неделе зафиксировано 268 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Специалисты считают, большинство случаев заболеваний связаны с употреблением готовых домашних блюд, с нарушением технологии приготовления и хранения, немытых овощей и фруктов, молочных и мясных продуктов, приобретенных на стихийных рынках. За последнее время участилось количество трагедий в состоянии алкогольного опьянения с летальным исходом. Очередное убийство случилось в селе Доброалександровка Ведеопольского района. 9 июля в Одесской области ножом в сердце был убит 27-летний юноша. Происшествие стало кульминацией душевных посиделок. Убийцей оказался 70-летний приятель. Правоохоронцами Ведеопольского района в рамках проведения невидкладных следовооперативных действий установлено и затримано человека, который нанес ножевые поранения молодому хлопцу, который в наследок этих поранений помер. Как сообщает Главное управление национальной полиции, Одесской области, потерпевшись с обидчиком, неоднократно проводили время совместно. Однако последний раз между приятелями возник конфликт, вследствие которого юноша нанес несколько ударов старику. Не стерпев обиды, пенсионер схватил нож и всадил его в грудь приятеля. Травма оказалась несовместима с жизнью. Свидетелем инцидента стал брат погибшего, который вызвал медиков и полицию. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Открыто уголовное производство по части 1 ст. 115. Умышленное убийство. Меры наказания устанавливаются. Юлия Жиганюк, Телеканал Круг. Одесская школа большого тенниса подтвердила свое высокое место в мировом рейтинге. Наша спортсменка Даяна Ястремская выиграла в проходивший в Риме турнир Международной теннисной федерации. Призовой фонд римского турнира Международной теннисной федерации в 60 тысяч долларов. Это одно из наиболее престижных соревнований, в котором участвуют сильнейшие спортсмены мира. В финальной встрече всего за 39 минут 18-летняя Даяна Ястремская победила россиянку Анастасию Потапову, проиграв ей всего один гейм. 6-1, 6-0. Победа поднимет нашу теннисистку в мировом рейтинге с 127 места на 114. В прошлом году на том же турнире победила украинка Екатерина Козлова. Одесские дворовые коты давно стали настоящим символом нашего города. Наверное, такого количества хвостатых и усатых больше нет ни в одном другом украинском городе. Более того, с недавних пор Одесса может похвастаться не только живыми представителями кошачьей породы, но и скульптурными композициями, главными героями которых являются кошки. Одесситы очень любят котов и кошек. Свою любовь горожане подкрепляют не только тем, что с удовольствием заботятся о кошачьих, но и творят в их честь памятники. Ну или вернее не памятники, а скульптуры и арт-объекты. Знаете ли вы, что в нашем городе в последнее время установлены сразу несколько таких мини-монументальных кота и кошки? Так, совсем недавно в переулке Маяковского один поселился первый в нашем городе кот-геймер. Сидит себе такой на одесской скамеечке и играет в планшет. Прохожие в полном восторге. С удовольствием восстанавливаются, фотографируются и гладят памятного котика. Эти коты просто ассоциируются с Одессой. В Одессе очень много котов и очень прикольно. Вот такие всякие скульптуры, как у нас на Лонжероне. Ну, это классно. Привлекает туристов, да. Как рассказывает автор скульптуры Татьяна Штыкало, сам планшет, в который играет кошка, тоже с секретом. Такая схема у нас тут. У нас есть планшет. В планшете есть солнечная батарея. От солнца она напитывается. И есть датчик движения. Кота нужно погладить в определенном месте. Сработает датчик движения и планшет, LED-подсветка загорится. На самом планшете есть вклеечка красной рыбки. И когда, особенно в темное время суток он загорается, эти красные рыбки так вот становятся ярче. Татьяна Штыкало рассказывает, прототипом любительницы компьютерных рыбок стала вполне живая кошка Пушинка. Впрочем, этот арт-объект далеко не первый создан Татьяной скульптурный портрет кошки. Например, кот Михаила Жванецкого «Морис», который в апреле месяце украсил подоконник Всемирного клуба одесситов, тоже являются произведением Татьяны. К сожалению, Морис не простоял, вернее, не пролежал и двух месяцев и был украден неизвестными злоумышленниками. И сейчас Татьяна готовится к восстановлению скульптуры. Мы сейчас активно работаем над этим. Но саму скульптуру не так сложно сделать, как сложно придумать какой-то такой мега крутой комплекс укрепительных, охранятельных и прочих штук, чтобы это все было в комплексе, чтобы уже вторую скульптуру не постигла участь первого. На всякий случай сообщаем. Никаких драгоценных, да и просто металлов скульптурные коты не имеют. Так что просьба любителям люков и решеток не беспокоиться. Еще один кошачий арт-объект находится на пересечении улицы Еврейская и Деволановского спуска. Причем появился он прямо на стене самого обычного жилого здания. У него есть название как скульптурной композиции «Кот в положении». Да, вот такое мое рабочее название. То есть это отсыл на то, что животное попало в какую-то критическую ситуацию, и в этот момент я его запечатлела. Он ползет по стене вот в таком вертикальном состоянии, вот в таком положении. Забирается ли кот вверх или пытается спуститься вниз – это кто как видит. Вообще Татьяной задуман целый проект, которым прослеживаются две линии. Легендарные одесские коты, вроде знаменитой толстой кошки Базарины, многие годы жившей на новом базаре, и заканчивая котами сценки, жизни которых были подсмотрены самой Татьяной. Кот с надписью «Кот Вася», дом был на дереве, да. Это история еще, по-моему, из 90-х, когда была площадь Мартыновского. Базарина. Очень известная кошка, которая жила на Дерибасовском ювелирном магазине, и ювелирный магазин украшал ее разными ювелирными украшениями, все время разными. Кошка-тигра. Есть у меня в сундучке история, потрясающая история про котов Горьковской библиотеки. Есть эти истории. И вторая линия проекта – это просто зарисовки из кошачьей жизни обыденной. Вот так вот, как ты идешь, видишь этих кошек, они классные, они лежат, у них там какая-то своя жизнь, и хочется этот кусочек запечатлеть. Что же, если в нашем городе с сохранением старых памятников как-то не складывается, то, возможно, благодаря именно Татьяне Штыкало Одесса получила новый туристический маршрут по местам боевой славы кошачьих обитателей одесских дворов. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках о погоде. Напоминаю, что новости и телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. О всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хорошего вам настроения, отличных новостей. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного Азовского моря 11 июля в Одессе переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 28-30 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok